инди игры когда-то так обозначались небольшие игры от независимых разработчиков и вышедшие без издателя но со временем так стали называть и проекты покрупнее которые уже издавал кто-то конкретно грань размылась и что такое инди сейчас уже решительно непонятно в том числе потому что таких игр сейчас стало слишком много настолько что они сами заслоняют друг друга и какой-нибудь потенциальный шедевр может быть похоронен под десятком других игр которым просто повезло первыми попасться людям на глаза отчасти это прелюдия касается the pathless вроде инди исходя из масштабов игры а вроде и издатели есть и не абы кто она перна интерактив они как известно фигни не делают да и окно запуска у нее вполне удачная the pathless входит в стартовую линейку игр playstation 5 хотя вместе с этим она вышла и на 4 и на пк и даже в подписном сервисе apple arcade но когда так вышло что многие ее пропустили и ее затмил даже разошедшийся на мемы box next но сейчас я попытаюсь восстановить справедливость и расскажу вам об этой игре она не идеальна но хотя бы немного вашего внимания черт возьми заслуживает the pathless господа эта игра любит контрасты с одной стороны здесь очень большая местность по которой мы продвигаемся благодаря сюжету но вот сам сюжет умещается всего в два предложения есть злой чувак который поработил местных богов и их силами стал сеять хаос он хочет уничтожить мир чтобы на его месте построить новый а мы должны его остановить никаких особых диалогов и тщательно прописанных персонажей тут нет лишь несколько реплик на тарабар ском субтитрами на человеческом да главное героини со злодеем смысле сюжета мне сказать больше нечего но это не то чтобы плохо потому что он и не играет здесь главную роль на первом месте здесь все же геймплей и он сам по себе тоже полон контрастирующих друг с другом вещей с одной стороны тут большой открытый мир очень красивый с загадками и опасностями да и способ передвижения по нему весьма оригинальный вы можете просто легко бежать как в любой другой игре но чаще вам придется бегать быстрее и вот тут кроется изюминка у вас есть ограниченный запас выносливости который очень быстро иссякает и чтобы поддерживать его надо регулярно стрелять из лука в раскиданные повсюду артефакты висящие в воздухе через какое-то время вы набираете огромную скорость и останавливаются уже не хочется даже когда надо всегда хочется побегать еще чуть-чуть плюс к этому у вас есть дико мимимишный маленький орел которого можно гладить по пузику обзамен на нем можно летать не все время конечно он маленький долго вас в воздухе не удержит так что он быстро начинает падать но со временем он становится сильнее и учится все больше махать крылышками чтобы поддерживать высоту под конец он может пролетать действительно огромные расстояния но с другой стороны вся эта большая карта оказывается пустой и я понимаю что так и должно быть разрушенный мир и все дела но все равно как-то непривычно видеть игру в которой можно пойти куда глаза глядят но при этом делать тут совершенно нечего повсюду только уничтоженные постройки и тела убитых людей и только дикие животные бегают прыгают в стороны от вас и да многие места на карте стараются раскрывать лор этого мира но делают они это преимущественно через записки мертвецов значительная часть которых просто рассказывает о том как им было страшно перед смертью ну какой сюжет такой лор ну окей он еще чуть детальнее раскрывает мотивацию главгада но с подобной проработкой на это как-то по большому счету без разницы и все это может сойти за критичные косяки но потом вспоминаешь как называется игра the pathless без пути и тогда все встает на свои места тут нет карты нет указателей нет квестов только вы малыш арленок и бескрайняя пустошь на которой вам надо находить специальные камни и переносить их к башням чтобы сразиться с порабощенными богами и снять с них проклятие и вас ничто не должно от этого отвлекать сами эти камни вот так просто прийти и взять не получится всегда надо решить небольшую загадку иногда они бывают прям очевидные и решаются за несколько секунд а где-то все же надо немного подумать как зажечь все факелы как правильно расположить зеркала чтобы стрела трикошетила от них куда надо как достать утяжеленый грузовой к в смысле груженую тяжелую фигню чтобы потом положить ее на кнопку и все в таком духе пазлы не супер сложные но слегка размять мозг помогут больше того значительная часть игры как раз из них и состоит единственные враги с которыми вы вступаете в конфликт это боссы те самые боги во все остальное время не вам никто навредить не может ни вы никому ничего не сделаете такие мирные игры это относительно редкое явление и приятно что их теперь стало на одну больше через это the pathless превращается в достаточно медитативную игру в которой можно спокойно и без напряга побегать порешать головоломки да полюбоваться местными красотами ну почти нюанс в том что пока вы не разобрались с боссом своем районе он постоянно носится по всей зоне обитая вот в этой красной сфере вот сейчас вам кажется что она стоит на месте но на самом деле она двигается и убежать от нее сложнее чем кажется плюс к этому каждые пару минут она телепортируется на другую точку местности и вы не знаете куда эта хрень пойдет дальше и ей абсолютно пофигу чем вы занимаетесь вы пытаетесь решить пазл чтобы достать очередной камень она может вас настигнуть и поглотить и когда это случится вашего орленка сдует и отбросит на какое-то расстояние от вас все вокруг погрузится в инфернальные красно-оранжевые тона и вам надо будет вернуть птичку по стелсу избегая взгляда босса ну или на крайняк не двигаясь если он все же смотрит вашу сторону и поначалу кажется что это неплохо разбавляет геймплей но потом быстро начинаешь понимать что в этом нет никакого смысла ведь он и так достаточно динамичные разнообразные по меркам этой игры и для ее масштабов она проходится где-то за 5-6 часов более того эти стелс секции работают по каким-то совершенно непонятным мне законам допустим вы таки вернули орла на этом моменте вас выкидывает из этой зоны обратно на то место где вас в нее засосало у вас опустошается шкала выносливости и вам надо погладить орленка чтобы восстановить его силы а если вас обнаруживают и вы не успеваете добраться до птицы то происходит все ровно то же самое только еще с вас выпадает несколько кристаллов которые повышают выносливость вашего пернатого друга но если постараться то их можно успеть собрать снова и таким образом даже после провала в этой игре в прятки вы все равно ничего не теряете и в этом на мой взгляд заключается самая серьезная проблема игры не вот эти бессмысленные стелс сегменты хотя они тоже начинают бесить когда уже в двадцатый раз за прохождение приходится ныкаться в траве и гладить птицу а тот факт что игра уж слишком мирная она не хочет чтобы и вам было больно вот те же босс файты единственные случаи сражений с врагами во всей игре и на 6 часов их 5 штук и они действительно очень динамичные красивые эффектные в них применяются свои особые механики но только за этим ничего не стоит потому что в игре нет никаких ставок вы не можете умереть все что вам могут сделать это опустошить шкалу выносливости которая в битвах с боссами половину времени вообще нафиг не нужна в игре в принципе нет геймовера даже если вам сильно наваляли то вас просто выкинет с арены и вам надо будет потратить 10 секунд чтобы переждать анимацию долго поднимающийся с колен героини а потом заново вернуться на арену даже фаза босса останется тоже самое когда все это просекаешь теряется страх погибнуть от лап страшного злобного существа потому что вы знаете что она вам ничего сделать не может когда теряется страх теряется и волнение вы знаете что вы играете эту битву так или иначе и никакого напряжения уже не остается хотя оно должно быть тем более что даже несмотря на уникальные для босс файтов механики однокнопочная боевка так и остается однокнопочной все что от вас требуется это уворачиваться от атак врага пока он не откроется а затем выстрелить в уязвимую точку но поскольку в этой игре стрельба нацелена в первую очередь на то чтобы отстреливать артефакты на высокой скорости то никакого прицеливания тут нет прицел сам наводится на ближайшую цель и то же самое в босс файтах и в итоге каждая фаза каждой битвы с боссами выглядит так увернулись от пары атак зажали r2 для выстрела сброс повторили это почти qte да возможно это сделано так чтобы поддерживать спокойный медитативный дух игры но в таком случае у меня это все равно вызывает вопросы разве не должны большие злые существа вызывать чувство опасности и заставлять сердце биться чаще разве не должна общая спокойная атмосфера игры как-то разбавляться чтобы не быть одинаковой всю дорогу ну технически она разбавляется конечно но с учетом вышесказанного как-то не особо странно короче с другой стороны вот еще контраст битвы с боссами красивые но внутри пустые финальный босс последней фазе кстати уж очень похож на вот это чудище из тимон солт не находите а еще чуть не забыл каждая победа дает вам небольшое улучшение вроде увеличенной шкалы выносливости или прибавляет силенок вашему птицу вот и заканчиваются они очень красивые кат-сценой одной в которой меняется только место действия моделька противника но все равно красиво но вот что я могу похвалить однозначно это визуальное и звуковое оформление игры они просто на высшем уровне стиль отрисовки лично мне чем-то напоминает зельду breath of the wild такая же плоская растительность и матовые гладкие поверхности но на этом сходство по большому счету заканчиваются в the pathless совершенно другая цветовая палитра в которой доминируют синие тона и делается акцент на красных и оранжевых остальных цветов тут мало а когда они появляются то внимание на себя не перетягивают причем цвет еще и показывает состояние игры когда все вокруг синяя то вы находитесь в захваченном районе где проклятие все еще на свободе когда вы с ним справляетесь что в этой зоне выглядывает солнце и цвета становятся более натуральными тропа зеленеет а свет становится теплым а после завершения игры творится какая-то натуральная дичь и она вся погружается в золотые тона из-за чего в итоге теряет весь свой шарм с другой стороны после завершения в ней все равно делать толком нечего так что опустим это вся местность игры это леса равнины и горы сплошь природа но какие здесь виды где угодно на карте окружающая вас местность всегда захватывает дух а уж если вы находитесь на какой-нибудь башне или парите в небе вместе с крошкой орлом то вообще идеально а когда в ландшафт вписываются еще и разрушенные постройки вроде высоченных мостов монументальность происходящего только возрастает погода здесь тоже меняется пускай большую часть времени в небольшом диапазоне либо пасмурно либо дождь ну или снег в одном из районов каждая секунда каждый кадр это чистое удовольствие для глаз все это сопровождается ненавязчивой фоновой музыкой уникальной для каждой территории и ее слушать тоже вполне приятно у нее некий слегка сибиро-восточный вайп используется куча струнных и духовых а еще это один из тех редких случаев когда вокал состоит из горлового пения причем не просто пару раз это одна из главных тем местной музыки так что он почти всю игру такой голос таким образом искажается значительно и слушается это крайне интересно остин винтери создал действительно уникальный саундтрек и от некоторых композиций буквально мурашки по коже идут хотя бы послушать его отдельно от игры я рекомендую он есть на всех стриминговых сервисах и даже выпущен в двух альбомах один больше так сказать причесанный и официальный а второй сведен почти так же как в игре и геймплейной музыки там больше а еще музыка валяется на youtube канале остина с текстовыми комментариями о ее создании такого я раньше не видел но почитать тоже было интересно в общем да и музыка в игре тоже крутая хвалю но по традиции этого мини разбора как вам кстати такой компактный формат можно будет еще делать к примеру вот про такие небольшие игру ли теперь игру надо за что-то поругать и на сей раз придирки технически я играл в the pathless не на ps4 как обычно а на своем компьютере коим является 16-дюймовый macbook pro вот вроде 6 ядерный core i7 16 гигов игровая видеокарта по заветам эльдорадо радон 5300 м на 4 гигабайта но чет она очень странно ведет себя на подобном железе даже несмотря на то что она хорошо так выше минимальных требований указанных на странице игры в appstore без записи экрана я могу выставить максимальные настройки и 50 процентный масштаб рендера от родного разрешения дисплея которая округляя 3000 на 2000 а для записи я скинул настройки на высокие и снизил разрешение и при таком раскладе она вроде дает около 60 кадров в секунду большую часть времени но в некоторых местах фреймрейт может просесть вдвое причем места эти далеко не самые тяжелые с масштабом рендера 75 процентов частота кадров большую часть времени держится на уровне 25 30 но просаживается еще ниже и она регулярно фризит на любых настройках в отзывах в appstore есть чувак с еще более мощным компьютером чем у меня и у него тоже проблема с производительностью помимо mac os и windows игра также существует и на айвэс и даже тут все печально отзывы о мобильной версии игры кишат жалобами о том что телефоны и планшеты у людей просто горят так что их в руках держать невозможно даже от владельцев свеженьких 12 айфонов могу подтвердить лично мой 11 про в жизни никогда так не грелся он становится буквально обжигающий горячим и за 10 минут игры он теряет 10 процентов заряда батарейки просто кошмар так что за оптимизацию товарищи разработчики вам большой атата а вторая придирка это порой странный левел дизайн который вызывает голове один единственный вопрос как это прошло playtest вот два самых вопиющих случая второй босс который плюется огнем и похож на жирафа в один момент он выкидывает вас с арены по скрипту и вам надо обходить по другому пути а он плюется огнем и некоторые участки требуют от вас либо удачи либо попадания в конкретную миллисекунду чтобы начать идти в нужный момент и не попасть под раздачу что в принципе то же самое что и удача иначе вас откидывает назад и вам надо идти всю дорогу заново вы не можете бежать но окно между двумя залпами огня слишком узкое чтобы пройти его без бега и в итоге вы тратите две минуты на то что должно проходиться за 15 секунд из интереса я посмотрел прохождение других людей и у них была та же самая фигня второй случай это прелюдия перед финальным боссом спойлер у вас отбирают орла и превращает его большой летающие чудища и по механике ситуация похожа на описанную выше вы не можете бежать и вам надо добраться до ваш не прячась по укрытиям от своего бывшего друга иначе он вас сапнет и вы откатитесь назад и поначалу все нормально но вот расстояние до последнего укрытия слишком большое хотя тайминг появления чудища не изменился и в итоге на одну только перебежку между двумя последними укрытиями у меня ушло сраных пять минут и не только у меня опять же кто это тестировал как это прошло проверки почему это не исправили столько вопросов и никаких ответов и вот вроде весь геймплей при всей его простоте всю дорогу кажется таким выверенным и отточенным а тут вот тена и происходит вот такое обидно и так депатлас инди которая технически не инди с красивым миром и интересными механиками передвижения но с отсутствием ставок и какого-либо вызова игроку хотя благодаря этому же она большую часть времени весьма спокойная и позволяет расслабиться духовно мозги напрячь вам может понадобиться но не для того чтобы разгадывать тайны сюжета потому что будем честны его тут толком и нет он выполняет чисто техническую функцию мотивирует игрока идти дальше как небольшая игра на уикенд для расслабиться и получить эстетическое удовольствие прекрасный вариант рекомендую к ознакомлению но для чего-то большего пожалуй нет но это не значит что она плохая просто она не про это здесь приятно бегать решать загадки та же графика с музыкой очень крутые и создают отличную атмосферу а комбинация беготни пазлов и босс файтов создают неплохую динамику на протяжении прохождения пускай даже стелс моменты могут это слегка омрачить но лишь слегка и даже отсутствие ставок я не уверен что в данном случае это вообще важно для меня да но я понимаю что игра не совсем про это так что может это и хорошо ну и да если вы играете на playstation то я бы дождался распродажи потому что вот такой full price за 6 часов игры а то и меньше это как-то многовато я считаю на пк в магазинчике дядюшки с уини уже неплохо ну а если у вас есть mac iphone ipad или даже apple tv что вы за человек то такой то можно взять подписку аркейта за пробный период пройти игру хоть три раза на сто процентов неплохая маленькая игрушка на твердую восьмерочку потянет ну а на этом у меня все высказывайте свое мнение об игре если вы ее уже прошли да и о самом формате компактных обзоров компактных игр тоже книга жалобы предложений открыто ну а пока вы жалуетесь и предлагаете там внизу можете еще палец вверх зацепить и подписаться чтобы канал поддержать ну а там уже и до колокольчика недалеко чтобы не пропускать новые видео до скорого и с наступающим новым годом потому что это скорее всего последнее мое видео в этом году